всем привет сегодня по просьбе зрителей я вам покажу каким образом собирается зарядное устройство на конденсаторе потому что когда я выложил ролик о том как собрать с помощью лампочки то есть гасящий элемент у нас была именно лампочка сразу посыпались предложения о сборке на конденсаторе то есть вместо лампочки гасящим элементом будет именно конденсатор емкость будем использовать полноценный диодный мост и в принципе всего две детали для этого нам понадобится конденсатор я взял на 4 микрофарада 600 вольт на схеме заявлено 400 но чем больше тем лучше именно по вольтажу чтобы запас был диодный мост сразу готовый честно лень было искать поэтому быстренько собрал из диодов на 10 ампер 1000 вольт опять же хороший запас можно и послабее диоды использовать но какие у меня под рукой были такие я и применил припаял диодный мост припаивается к любому из свободных выводов конденсатора припаивается по классической схеме вместе соединения анода и катода то есть куда должна идти переменка любым входом диодного моста к любому выводу конденсатора далее подключаем питание один провод у нас от сети идет на свободный вывод моста то есть также вместо соединения катода и анода второй свободный вывод на выход конденсатора оставшийся вот так вот примерно это все будет сейчас я припаяю и продолжим припаяли провода теперь смотрите где у нас катоды подсоединяем плюс будет на аккумулятор идти дианоды минус все это припаиваем потом будем пробовать все плюс минус теперь о главном и о важном самое главное это зарядное устройство по-прежнему остается опасным потому что не имеет гармонической развязки сетью и если вы возьмете за выводы хорошенько ударит током поэтому будьте осторожны это опасно то есть мы сначала подключаем на аккумулятор надежно подключаем крокодилы потом включаем сеть и не трогаем желательно это все в корпус спрятать по поводу тока онлайн-калькулятор показал что 4 микрофарада при 220 воль 50 герц это 0,27 ну почти 0,3 ампера ток если вам нужно ток больше то тогда просто используем емкость больше можно несколько набрать емкостей разных и поставить галетник и переключать силу тока таким вот образом сейчас будем испытывать все подключаем уже давно знакомому аккумулятору у меня режим измерения 10 ампер ток подключаем сеть вот 0 2 ампера ток зарядки напряжение 12 8 только что было 12 9 сейчас для увеличения силы тока как я уже говорил увеличивается емкость вы можете рассчитать на онлайн-калькуляторе сколько надо как бы этих калькуляторов полно в сети и принципе на таком токе можно довольно долго оставлять аккумулятор у меня аккумуляторы по несколько суток стояли полу до от полутора до двух суток без проблем заряжается долго конечно но все же при необходимости можно поставить стабилитрон чтобы он ограничил напряжение а сила тока ограничивается емкостью напряжение будет крайне медленно расти вот уже видите колеблется 12 9 13 потихонечку растет сила тока тоже 0 22 0 23 постепенно тоже будет падать вот такое зарядное устройство будьте предельно осторожны соблюдать всю технику безопасности это примитивнейшее зарядное устройство самое примитивное не имеет никаких защит регулировок учитывайте этот факт на этом пока все ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забывайте жать кнопку колокольчик чтобы не пропустить свежие выпуски чтобы вам приходили оповещения выходах новых роликов всем удачи всем добра конечно же скоро увидимся до новых встреч